Телерадиоканал Страна.СМ. Меня зовут Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Это программа «Лучшая в стране». И в самые ближайшие дни нас с вами ожидает бесспорно одно из самых лучших культурных событий в Москве. С 15 сентября по 21 октября в Фонде культуры Екатерина состоится персональная выставка итальянского художника Марчерло Джудичи, на который нам с вами обязательно нужно побывать. Ну, в общем, довольна слов, потому что я спешу представить нашего гостя. Он уже в студии. Встречайте. Маэстро Марчерло Джудичи в эфире телерадиоканала Страна.ФМ. Бонжорно, маэстро! Спасибо вам большое. Я сразу представлю на избытке Екатерины, помогать нам общаться. Добрый день. Да, чтобы вам было все понятно, но и мне не скрою тоже. Выражаю огромную благодарность. Невероятно счастлива. И от всего телерадиоканала Страна.ФМ спасибо вам за то, что приехали, за то, что у нас в студии сегодня. Катюш, вы в микрофон тоже тогда говорили. Спасибо вам большое, за то, что у вас здесь, за то, что у вас здесь, за то, что у вас здесь. Спасибо. Добрый день, Россия. Добрый день, Страна.ФМ. Номер Адир и на Россия. Прекрасно. Прекрасный русский. Спасибо большое. Сурусэ перфетто. Друзья, я должна сказать, что маэстро прибыл в Россию второй раз. Первая выставка состоялась минувшей весной в Санкт-Петербурге и вот теперь в Фонде культуры Екатерина. Но вообще выставки, сеньоры, проходят, конечно, в самых крупных выставочных центрах по всему миру, во всех практически столицах. Я хочу спросить у маэстро, вот эта вторая поездка в Москву, с каким, поездка в Москву первый раз, да, я так понимаю, да, с каким настроением, с каким ожиданием прибыл к нам в гости. Да, это вторая поездка в России. И мы хотим узнать, какие были впечатления и ожидания для этого вторая поездка в Россию? Это первая поездка в Москве? Это первая поездка в Россию, после этой красивой культуры Санкт-Петербурге. Это огромное уважение, насколько много историй было написано в этой поездке, с начала в Санкт-Петербурге. Первый раз в российской столице, после замечательного города Санкт-Петербурга. Это, конечно, огромная честь для меня, потому что именно в Москве были написаны самые знаменитые страницы русской истории. Я очень люблю русскую литературу, читал ее с детства. И, конечно же, знаменитые российские художники, конструктивисты, которые повлияли на формирование этого направления во всем мире. Я хочу рассказать нашим зрителям и слушателям немножечко о творчестве маэстро. Фантастическая картография, так вот некоторые специалисты назвали эти самые картины и работы художника. Все почему? Дело в том, что два образования у нашего гостя. Он в профессии геолог и художник. И, пожалуй, ему, как никому другому, успешно удалось соединить в своем искусстве как раз-таки природу, наверное, ну и самое прекрасное, что можно представить себе живопись. Катюш, переведите. То есть, конечно, она училась в геологии и потом она стала художником. То есть, лучше всего, чтобы понять, как уничтожить природу и искусство, и видеть этот общение. Конечно. Вот вопрос, собственно, вот в чем. Как это все зародилось? Как это в момент обучения на геолога или, может быть, чуть позже уже обучаясь в художественной академии? И мы хотим узнать, когда была эта пассиона? Между тем, когда она училась в геологии или после того, когда она была пассиона в арте? Син в детстве я любила играть с цветами, с красками, так что эта пассиона всегда была у меня. Многие дети играли в футбол, а я проводила целые дни с красками, рисуя. Когда пришел момент выбирать, где учиться, я решил получить научное образование, потому что другой моей страстью было устройство нашей планеты. И именно это легло потом в основу моего творчества. Те цвета, которые мы видим в микроскопе, это же на самом деле самые прекрасные абстрактные картины, которые рисует сама природа. Поэтому творчество, оно внутри нас, внутри нашей планеты, внутри нашей земли. Это потрясающе. Мы обязательно продолжим общаться с нашим гостем. Друзья, никуда не девайтесь, буквально две минуточки, и мы снова окажемся вместе. Друзья, я очень рассчитываю, что вы сейчас в полете вместе с нами. Это телерадиоканал «Страна АФМ» Александра Хайрулина в студии. У нас сегодня в гостях замечательный художник из Италии, маэстро Марчайло Джудичи. И с 15 сентября по 21 октября в Фонде культуры Екатерины состоится выставка маэстро «Эдем. Далекие планеты». Нам с вами, конечно, обязательно нужно будет сходить, посмотреть, полюбоваться, повосхищаться. Маэстро, невероятные краски использованы в ваших работах. И многие, насколько я читала в интернете, почему-то особенно выделяют вашу, так называемую, синюю серию этих работ. Почему вы любите и за что именно этот цвет, и какие еще цвета предпочитаете более других? Лэй usa танти колори форты, вивачи, нал-арте, маао-хо-сенervices, Я считаю, что она любит свою серию «блю». Какой цвет «блю» — это ее любимый цвет? «Блю» — это цвет ciel и моря. «Синий» — это цвет неба и моря. Мы живем на планете «блю» — по эксцеленции на Земле. Мы живем на синей, на голубой планете. Такова наша Земля. Если посмотреть на нашу планету сверху из космоса, она синяя, голубая. Не то, что, например, Марс, который красный. И поэтому, на самом деле, сама природа подсказывает, какой цвет используют. Например, на Марсе извержение вулканов с магнием — это все красное, это совсем другие цвета. А наша планета, она наполнена водой и небо, которое отражает такой же синий цвет. Поэтому это вот тот самый цвет, в котором мы живем. Моя выставка называется «Эдем. Далекие планеты». Моя выставка называется «Эдем. Далекие планеты». Потому что таким образом я хочу показать свою позицию в современном мире, где было нарисовано уже все. Ну, история искусства, начиная с «Джотто», «Пьера де ла Франческо», она бесконечна. И, в общем-то, все было уже нарисовано когда-то. Поэтому мое творчество устремлено вперед в какие-то новые измерения, которые, возможно, еще пока не открыты. Поэтому эти яркие цвета, которые я использую — желтый, красный, белый — с одной стороны, это дань нашей планете и тем натуральным краскам, которые мы в ней видим. Но, в то же время, меня интересует и то, что за горизонтами, которые мы видим, за пределами нашей планеты. Меня интересуют цвета Вселенной и музыка всей Вселенной. Эти монохромы, которые вы увидите сегодня на моем соревновании, они не могут significать ничего. Но, в реальности, потому что они очень сложные, но очень сложные для реализации. Мои монохромные картины, которые вы увидите на выставке, кстати, я всех туда приглашаю. Может показаться, что они ничего не значат, но на самом деле они значат очень многое. Каждый из них скрыт важный глубокий внутренний смысл. Самая главная их ценность — это эмоции, потому что, на самом деле, цель искусства — это подарить эмоции. Раскрыть какие-то новые эмоции в том человеке, который смотрит на эти картины. Мастерская у маэстро находится в Милане. Мы вот узнали во время общения вне эфира. Я хочу очень попросить вас рассказать о том, как происходит этот процесс работы. Приступая к работе над картиной, знаете ли вы уже точно, что это будет? Или, может быть, в процессе выясняется? Ну и, собственно, сколько времени тратится на каждую работу? Что используется при этом? Примо, он сказал, что работает в Милане, он делает свои кадры, и хотим узнать как организационный процесс работы? Сколько времени нужно делать и как как и как это начинает? Как и как-то начинает работать? Возможно, если ты был очень минималист, чтобы делать у них, если ты была в одной жизни, то есть, две жизни. Ну, если быть минималистом и отвечать радикально, я бы сказала, что чтобы создать достойную картину, нужна целая жизнь, а может быть даже и две жизни. Я работаю постоянно, как рабочий на фабрике, в соответствии с тем, как я чувствую момент. А иногда пишу утром, иногда днем, иногда ночью, иногда каждый день, иногда нужно прерваться на несколько дней, чтобы, например, отправиться в путешествие, получить какие-то новые впечатления, увидеть новые пейзажи. Но пейзажи сегодня, как и твой работ, как и твой пейзаж, это единственная проблема, что у пейзажа сегодня, и в прошлый, и в прошлый, пытаются, с этой креативной деятельностью, пытаются дать индивидуальность, даже на уровне спиритов, для тех, кто смотрит музеи, для тех, кто смотрит галереи. То есть, моё работа и революция к публике, это только для меня. Работа художника, она, в общем-то, такая же, как любая другая работа. Единственное, что отличает художника в наши дни, да, в общем-то, и в прошлом, это то, что работа художника направлена на публику. Потому что картины, которые создаются, они становятся своеобразными проводниками в мире эмоций, в мире впечатлений для людей, которые на них смотрят. Так что, работу, которую я выполняю, я делаю не только для себя, но и, в первую очередь, для зрителей. И, в общем-то, ценность музыки, например, ну, поскольку мы здесь на музыкальном канале, она длится в момент времени, то есть, пока ты слушаешь музыку и ты чувствуешь, проживаешь её. А вот впечатление от настоящего шедевра живописи, например, от картины Леонардо да Винчи или от картин современных талантливых художников, да, это правда, что ты смотришь на неё какое-то время, но потом воспоминание об этой картине остаётся с тобой навсегда. Через жизнь, да, я согласна. И поэтому это помогает жизни. Спасибо большое. Мы обязательно продолжим общаться с нашим гостем. Друзья, оставайтесь с нами, прервёмся совсем ненадолго. Серия радиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Программа «Лучшая в стране», друзья, Александра Хайрулина. В студии у нас сегодня художник из Италии, потрясающий маэстро Марчерло Джудичи. Мы продолжаем общаться, разговаривать на разные темы и, конечно, в том числе о выставке. Главное событие, за которым мастер прибыл в Россию и событие, о котором очень хочется вам рассказать. С 15 сентября по 21 октября в Фонде культуры Екатерина состоится выставка маэстро «Эдем. Далёкие планеты». Маэстро, вопрос. На этой же выставке представлены не только картины, но и ещё объекты серии «Тотемы». Я бы хотела попросить рассказать о них. На мосту не только кадры, но и объекты, а также объекты, которые называют «Тотемы». И мы хотим узнать немного про эту серию. Да, там на выставке представлены три работы из серии «Тотемов». На самом деле они представляют собой матрас, который был полностью выпотрошен, сожжён и всячески преобразован. Это как металлическая основа. Когда осталась только металлическая основа. На базе, немного цвета и брючатуры. Но они хотят быть украшением для войны. Ну да, осталась металлическая основа и немного обожжённых кусочков. И на самом деле эти работы посвящены такой проблеме, как мировые войны. Да, потому что политики. Сильные мира сего отправляют бомбы. А я подумала о том, что вот, может быть, ребёнок спит спокойно в своей кровати, и тут вдруг загорается, взрывается его дом. Поэтому я сделала эту работу, чтобы обратить внимание людей на то, что в итоге разборки политиков приводят к тому, что страдают обычные люди. Вот в самом таком личном пространстве, в кровати, где мы спим, там нас может настигнуть война. Поехали. И также, для меня очень важно, это очень важная скульптура. Бабочки. 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 номинал артиста «Кроцероса» probablemente после серии «Лиды» и «Тотем», да? Да, это огромный honore для меня, потому что каждый год есть артист «Кроцероса» в Монако, и все большие артисты были номинаны. Это большая честь для меня, потому что в Монако каждый год назначают художника «Красного креста», и для меня было большой честью пополнить этот список. Достойнейший, абсолютно, конечно, кандидат, абсолютно согласна с «Красным крестом». Друзья, мы продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами очень скоро. Программа «Лучшее в стране» продолжается. В эфире телерадиоканал «Страна.ФМ». Александра Хайрульна по-прежнему в студии. У нас, друзья, по-прежнему к счастью, наш замечательный гость, художник из Италии, маэстро Марчелло Лоджудичи. 15 сентября откроется выставка. Нет, выставка, Катюш, завтра откроется, правильно? В фонде культуры Екатерины. Завтра будет большой вернисаж. И в 18 часов, в общем-то, может, все желающие тоже могут оказаться там. Будет, да, пресс-конференция, открытие этой самой выставки. Да, но для публики она открыта с 15-го числа. Да, для публики с 15-го числа и продлится до 21-го октября. Времени достаточно, обязательно сходите посмотреть. И через 2 минуты, буквально, мы с вами посмотрим небольшое видео сделано. Это будет такая нарезочка из работ художника. Я же хочу сейчас спросить у маэстро, когда вы впервые познакомились с Россией? В детстве ли это было чуть старше? Ваши первые впечатления менялись ли мнения о нашей стране со временем? Как вы знали Россию, если это ребенок, ребенок и молодец? И если, в то время, вы понимаете о России? Россия? Добрый день, Россия! Россия, Россия, она учится в школе, в Италии. Россия, во-первых, изучает в итальянских школах, конечно, историю России. Ся для географии, для своей географии в Европе, а также для культуры, которая дала всю Европу. И как с географической точки зрения, потому что это самая большая страна в мире, и она имеет огромное влияние на Европу, так и, конечно же, с культурной, потому что именно русская культура дала очень много культуры всей Европы, всех стран. Пуртроху, в этом географическом стране был закрыт в эволюции культуры за многие годы, за многие годы, за многие годы. К сожалению, это замечательная страна, много лет была закрыта, она практически была, ну, в нее невозможно было попасть во время Советского Союза. Это было очень обидно, для просто свободы личности, для свободы человека. Но после падения была Берлинская стена, Россия стала открытой, и мы познакомились как с русскими, так и, конечно, с новыми русскими художниками, с русской живописием. Да, и поняли, что это не только водка, матрешки и медведи. Да, и так далее, так же, он с ней запутся, что не только водка, матрешки и йорси, это не только для русских, но и урси, и урси, и урси, и урси, и урса, и урса, и урса, и урса, и урса. Ну, ну, Питтеры. Поэтому она играла огромную инфлюнцию на все наши студенты, итальянцы, французы, инглезы. Каждая страна переживает разные исторические периоды. Бывают они более сложными, менее сложными, начиная с Древнего Рима, с античности. Всегда так было. Но важно то, что российские философы, поэты, художники, они всегда создавали великолепные произведения и оказали большое влияние на нас, на европейцев, на итальянцев, на французов, на всю Европу. И для итальянского я вижу большую аналогию с русским, потому что у них есть большая любовь, на французе и на французе, на французе. Между Россией и Италией совершенно уникальные отношения. Они всегда были и остаются теплыми на всех уровнях, начиная с семьи, отношения между людьми. Гранде сенсо дьоспиталит, на французе, на французе. Русские очень гостеприимны ко всем, кто приезжает. Спасибо, что вы это чувствуете, знаете. И у итальянцев и у русских есть общая черта, что все они очень любят красивых женщин. Но ваша семейная история, она же тоже связана с Россией, насколько захочет маэстро рассказать. Я не знаю, что ваша семейная история связана с Россией, если вы хотите поговорить. Ну, я не знаю, но мой сын, который был исчез, был исчез, был исчез в первую войну. Ну, началось все с не очень, ну, с трагической истории, потому что мой дед, которого я не знала, погиб в России во время Первой мировой войны. Но жизнь, она такая штука интересная, потому что потом все возвращается совершенно с других точек зрения со временем. И вот сейчас я был приглашен в один из самых знаменитых российских музеев, русский музей в Санкт-Петербурге, с моей персональной выставкой. И сейчас вторая моя выставка открывается в Москве. То есть все в жизни возвращается совершенно с неожиданной стороны. И кроме того, что вот я когда-то потерял деда, зато я встретил мою русскую супругу. Боже мой, ну конечно! И я, конечно, думаю, что и знаю, уверена, что ваш дедушка там, он очень счастлив этому и гордится вами, что вы в России с выставкой, с очень красивой громкой. Я уверен, что дедушка в Санкт-Петербурге очень радует, что все так и так. Я согласен, правда? Да, да, это правда. Друзья, вот сейчас я предлагаю вам, даже настоятельно рекомендую, поближе приблизиться к своим телеэкранам, поближе к гаджетам своим, потому что у нас есть небольшой видеоматериал, который состоит из некоторых, конечно же, работ художника, маэстро, который сегодня у нас в гостях. Внимание, на экраны. Если захочет вдруг сеньор Луджудичи как-то прокомментировать, что-то рассказать, то может говорить, потому что мы всегда помним о тех людях, которые не только нас смотрят, но и слушают. Сейчас они будут показывать видео с вашей оперы, если вы хотите какие-то комментарии, то есть, привет. Запускаем. Вот сам маэстро находится в мастерской. Это в Милане, да? Это в Милане, да, это его мастерская в Милане. Это картины, которые выставлялись в Музее современного искусства в Риме. Это как раз из серии «Далекие планеты». А, ощущение действительно, что ты в космосе, где-то порежешь, и сверху наблюдаешься. Это как будто из космоса. Это вот знаменитые тотемы, сделанные из матрасов. А это бабочки. Мои любимые бабочки. Даня, весне, дань природе. Друзья, конечно, то, что видели сейчас вы на своих экранах, такое впечатление не может произвести, как если мы с вами воочию увидим выставку нашего гостя с 15 сентября по 21 октября. Обязательно постарайтесь оказаться в фонде Екатерины, потому что там пройдет выставка под названием «Эдем. Далекие планеты». Ну, браво, браво. Спасибо. Спасибо. Это потрясающе. И, конечно, хочется увидеть это поближе и как-то подышать этим, насладиться. Это очень впечатляет. Я не хочу видеть эти кадры из-за живого и услышать их. Если вы все-таки пригласили, чтобы увидеть эти оперы из-за живого, и когда вы получите время, вы приходите к фонде Екатерины, которая также находится в центре. Это очень легко. Приглашаю вас всех на выставку. Как только будет свободная минутка, заглядывайте в фонд Екатерины, тем более он в самом центре, на Лубянке. Найти его несложно. Так что заходите и посмотрите на картины вживую. Обязательно отправимся. Но сначала, друзья, давайте дослушаем программу до конца. И вот прервемся совсем ненадолго. Очень скоро продолжим. Вы продолжаете смотреть и слушать телерадиоканал «Страна.ФМ», программу «Лучшая в стране». У нас по-прежнему в студии художник из Италии, маэстро Марчелло Лоджудичи. И напомню еще раз, с 15 сентября открывается выставка в фонде культуры Екатерины «Эдем. Далекие планеты», на которой нам с вами обязательно нужно побывать. Я спешу задать все оставшиеся вопросы нашему гостю. Маэстро, какова роль художника в современном мире? Маэстро, какова роль художника в мире сегодня? В мире художника? В мире художника, сегодня, не разуме от артиста прошлого, потому что в прошлом, в прошлом, мы делали очень трудные жизни для их трудно собраться. И много историй было написано на трудных историях, но также художника, в мире художника, Роль художника в сегодняшнем мире отличается от той, которая была у него в прошлом, в истории. Мы знаем, что раньше художникам жилось непросто, многие шли на лишение, проживали очень тяжелую жизнь для того, чтобы иметь возможность показывать свои творения миру. Сегодня художник, если он добивается определенной известности, становится своеобразной звездой, к нему приходят деньги, потому что в художественном мире крутятся большие деньги, это известно. Потому что современные поколения, люди, которые получили хорошее образование, учились где-нибудь в Париже, в Лондоне, в Милане и так далее, многие из них имеют хобби, это инвестиции в искусство. Поэтому я, когда добился определенной международной известности и получил какие-то свои первые деньги, я понял, что должен быть полезным, сделать что-то полезное и важное для людей. Поэтому я финансировал многие проекты, связанные с защитой окружающей среды. И с деньги, которые получили, я финансировал, вместе с фондом Принципом, Alberto Di Monaco, который занимается спасением планеты, интересные проекты, как защитие маринады в Медитерране, из-за Минории. Поэтому часть денег, заработанных от продажи картин, я обязательно направляю на благотворительность. В частности, работаю вместе с фондом Принца Monaco, Alberto II, который развивает проекты по сохранению окружающей среды, в частности морских глубин, островов, поэтому я участвую в этих проектах. И, в последнее, в Сисилии и в Сисилии, в Сисилии, мы купили специальную лодку, которая следит за сохранением берегов от загрязнения, от каких-то неправомерных выбросов мусора. На этих проектах работают простые люди, волонтеры, которые делают это бесплатно, поэтому, конечно, кто-то должен им помогать и вкладываться в это. Сейчас, как только будет продана моя первая работа в Москве в фонде Екатерина, я планирую направить половину этой суммы на помощь в восстановлении зон пострадавших от пожаров на Корсике и в Португалии. Это такой символический жест, но для меня это очень важно. Спасибо вам за это огромное, это восхитительно. Я очень хочу узнать у вас, маэстро, чем наполнена ваша жизнь вне работы в студии? То есть какие-то простые человеческие радости, не знаю, может быть, любите ходить в кино, лежать на пляже, отдыхать, встречаться с друзьями. Что еще есть в вашей жизни помимо вашей работы? Я хотела спросить, что в жизни, а также работать, когда у меня есть немного времени, но мне нравится путешествовать на пляже, отдыхать на пляже, отдыхать в кино, отдыхать в обеи. Что делает это время? Да, путешествовать, потому что мне нравится смотреть на пляже, чтобы собрать цветы в инвере, в первую очередь, в автурне, в сезоне. Ну, конечно, в первую очередь, это путешествие, но это, с одной стороны, часть работы, потому что для меня необходимо видеть новые пейзажи, ловить цвета природы в разные сезоны, потому что они совершенно разные весной, зимой, осенью. Мне очень нравится ездить в Францию, во всякие маленькие городки. городки, где производится вино местное, потому что я очень люблю хорошее вино. Мой отец говорил, держись подальше от тех, кто не пьет вино, это значит, что они бесчувственные. Спасибо большое. У нас, к сожалению, подходит время к финалу, и хочется еще раз мне лично пригласить, попрошу маэстро тоже это сделать. С 15 сентября открывается выставка в Фонде культуры Екатерина, Эдем, далекие планеты, выставка работы Марчелла Джудичи, который был сегодня у нас в гостях. Большое спасибо вам, Марчелла, за вашу творчество, за вашу заботу в окружающей среде, за вашу такую уникальную, величайшую гармоничную натуру. И красоту, конечно. Видно, что мы закончили трансмиссию, хочу поблагодарить ее за арти, за все, что она делает, и приглашать ее еще раз в окружающей среде. Спасибо вам за любовь, за гостеприимство, для меня большая честь быть с вами на этом замечательном телерадиоканале. Мы обязательно сходим на выставку, посмотрим и, конечно, будем с нетерпением ждать наших дальнейших встреч. Ну и, конечно, мы очень любим Италию. Пожалуйста, передайте пламенный привет всем итальянцам по возвращению. Allora, senz'altro, andiamo a vedere la mostra и aspetteremo con ansia nuovi incontры. И, по-другому, visto che ai Русси piace tantissimo l'Italia, gli chiediamo di salutarcela, l'Italia. Ma certo, e porterò delle belle foto della Russia ai miei amici, poeti, scrittori e collezionisti. Конечно, я привезу фотографии из России, покажу их моим друзьям, поэтам, скульпторам, коллекционерам. И всем скажу, что обязательно надо съездить в Санкт-Петербург и в Москву, потому что это потрясающие города. Grazie. Grazie, maestro. Спасибо, Катюша. Спасибо вам большое, друзья. Спасибо. Художник, maestro, марчерло Луджудичи был у нас сегодня в гостях, а послезавтра все на выставку. Ну и продолжайте смотреть телерадиоканал «Страна ФМ». Огромная благодарность, аплодисменты и спасибо огромное. Увидимся. До скорого. Здраво.